Сегодня в рамках празднования Дня Города началось крупнейшее мероприятие фестиваль короткометражных и документальных фильмов ЖАИК ФИЛМ ФЕСТ Казахстанский кинорежиссер Ерлан Нурмухамбетов представил фильм Канакрады Премьера состоится в Ураське Еще одним подарком ко Дню Города стала презентация журнала об отечественном кино ЖАСТОЛКАН Фестиваль короткометражных и документальных фильмов ЖАИК ФИЛМ ФЕСТ поставит яркую точку в праздничных мероприятиях ко Дню Города Среди почетных гостей международного кинофестиваля исполнительница роли Кажебек, наша славная землячка, заслуженная артистка Казахстана Мируэрт Утикешева заслуженный деятель Казахстана, актриса театра и кино Алтынай Ногербек актриса, лауреат премии Каннского кинофестиваля, заслуженный деятель Казахстана Самал Яслямова популярная актриса Дарига Бадыкова, вице-президент акционерного общества «Казахфильм» Шакен Айманов известный кинорежиссер-сценарист и продюсер Айдар Баталов Акимгорода Уральск, Абат Шин Ибеков приветствовал участников фестиваля «На земле при Урале». Сегодня мы начали такой путь, который я не думаю, что нельзя останавливаться. И развитие киноиндустрии в нашем Казахстане должно быть так, потому что, как наш Ильбасов сказал, развиваем столицу, развиваются регионы. Тот же самый киноиндустрия. Развивается наша киноиндустрия страны, центры, ну и должны развиваться регионы, как вот этот город Уральск. Пироэр Тутикешева, член жюри кинофестиваля, отметила, что подобные мероприятия очень важны для признания талантов. То, что международный кинофестиваль проводится не в таких крупных городах, как Нур-Султан и Алматы, которые являются культурными центрами страны, а в отдаленном городе Уральск, жители региона считают одним из ярких событий последних лет. Конечно, безусловно, влияет на поддержку вообще развития кино. Это большой шанс для молодежи. И они, видя, что такие мероприятия проходят, они с большим рвением и с большим желанием будут идти в индустрию. И это кадры, это новые таланты, новые работы. Поэтому желаю большой удачи этому фестивалю, чтобы он стал республиканским, чтобы он стал вообще евразийским. Всего на фестиваль поступили более ста работ из Казахстана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана, Грузии, Таджикистана, Франции и Беларуси. В течение двух дней жителям и гостям города будет представлено более 30 короткометражных и документальных фильмов, прошедших отборочный этап. Организаторами мероприятия выступили Акимат города и фонд Каир Фундейшн. Директор фонда Алпамыд Шаримов рассказал об особенностях фестиваля на пресс-конференции в областном казахском драматическом театре имени Хадиши Букеевой. Что хорошо и очень интересно, это то, что многие заявленные картины дебютные. Это первые работы режиссеров. Есть картины, которые участвовали в этом году на фестивале в Каннах. Направленность фильмов, их тематика разная. Среди представленных работ картины молодых уральских режиссеров Аманата Розагалиева, Жескайрата Валиулиева. В рамках кинофестиваля в Уральске впервые в Казахстане покажут фильм конокрады казахстанского и японского режиссеров. Мировая премьера этой нашумевшей картины прошла в 2019 году. Также в рамках кинофестиваля в Уральске был презентован республиканский журнал об отечественном кино «Жастолхан». Жастолхан – это «Молодая волна». Первый выпуск этого журнала создан на основе конкурса дипломных и курсовых фильмов. По его итогам был выпущен журнал. Он создан также в электронном формате, поэтому его можно будет найти в интернете. Тот факт, что презентация проходит здесь, в Уральске, говорит о том, что его ждет успех и долгая жизнь. Короткометражные документальные фильмы, представленные на фестивале «Жаек Фильм Фест», будут демонстрироваться в кинотеатрах нашего города в течение двух дней. Вход свободный. Церемонию открытия фестиваля можно посмотреть в прямом эфире на нашем телеканале и онлайн на страницах в социальных сетях. Екатерина Шмидт, Рустам Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал «Агжаек».